В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Елена Гончарова. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сохранены соцгарантии и статус субъектов, достигнут договоренности по предоставлению льгот налогоплательщикам, например, нефтяным компаниям. Все нормативы были рассчитаны на базе текущего бюджета. Не менее важным итогом является то, что так закрепив отношения, распределив наши финансовые параметры, экономические параметры, мы создаем стимул для того, чтобы каждый из регионов самостоятельно, с увлечением, с творчеством, с энтузиазмом развивал свою налоговую базу. Не менее важный законопроект касался будущего состава областного собрания, вернее, его численности. Сегодня в законодательном органе Поморья 62 народных избранника, в то время как у наших соседей в Вологодской области при той же численности избирателей их всего 34. Авторы инициативы считают, что меньшим количеством депутатов договариваться станет проще. Принимая во внимание практику работы законодательных органов субъектов Российской Федерации, а также учитывая опыт работы регионального парламента, предлагается законопроектом установить наиболее оптимальное число депутатов в Арханском областном собрании в количестве 47 парламентариев. Оптимизация численности будущего состава регионального парламента была поддержана 49 голосами в первом чтении. Очередные изменения внесены в закон о проведении капремонта общего имущества в многоквартирных домах, который затрагивает интересы большинства жителей области. В первую очередь они касались полномочий представителя от каждого дома, которому делегируются дополнительные права, в том числе право подписи от имени жильцов, например, при формировании счета в фонде регионального оператора. При принятии работ, когда после уже выполнения работ по капитальной ремонту, то представитель жителей, представитель, вернее, дома будет не только присутствовать при принятии этих работ, но он имеет право еще подписывать эти работы. Сегодня же состоялся правительственный час Министерства здравоохранения, на котором рассматривались вопросы кадрового обеспечения отрасли. Не секрет, что она испытывает дефицит медицинских специалистов, особенно в глубинке. Для его ликвидации работа ведется в трех направлениях. Первое – повышение уровня оплаты труда. Средняя зарплата врача сегодня в области составляет 46 тысяч рублей, медсестры – 24. Да, безусловно, такую зарплату, такую и выше получают только 50% работающих. Наша задача – подтянуть оставшиеся 50% до этого среднего уровня. Очень важное направление – это обеспечение жильем, потому что привлечь на работу, особенно в сельскую местность, без предоставления жилья невозможно. На сегодня правительство области закупило для медработников 113 квартир практически во всех муниципалитетах области. Служебное жилье предоставляется на период работы специалиста в учреждении. Привлечь молодые кадры помогают и комплексные выплаты – подъемные. Их получают фельдшеры, поехавшие в сельскую местность. В вузах и колледжах ведется целевая контрактная подготовка студентов и учащихся. Виктор Кузнецов, Сергей Минин, Рома Севера. День пограничников в нашем городе, как и по всей стране, традиционно отметили 28 мая. Однако и сегодня на набережной в районе Площади Мира можно было увидеть военнослужащих в зеленых фуражках. Дело в том, что сегодня, 18 июня, исполняется 80 лет со дня образования пограничного управления ФСБ России Пархангельской области. На торжественном митинге в честь юбилея побывала и наша съемочная группа. В 1934 году на базе морского отряда судов, а также Архангельского, Онежского и Мизенского контрольно-пропускных пунктов был образован Архангельский пограничный отряд. В годы войны его бойцы защищали северные рубежи от проникновения вражеских диверсантов, охраняли стратегические объекты. Ветеран Великой Отечественной, подполковник в отставке Юрий Лин вспоминает, каким трудом давалась пограничная служба в те годы. Все приходилось пешком, даже эти тропы приходилось оборудовать, протаптывать. А уж мы сами своими руками строили сигнально такие, можно сказать, эти простейшие приборы для того, чтобы ловить нарушителей границы. И уже где-то только через несколько лет появились сигналы заградительной системы, а машинах тогда и в помине не было. Сигнал сработает за 5 километров, допустим, поднимали тревожную группу, мы бежали километры до того пункта, где можно было определить, кто это. Сейчас ситуация совсем иная. Пограничное управление ФСБ России по Архангельской области сегодня – это современные, оснащенные всем необходимым оборудованием и спецсредствами подразделения. Военнослужащие по морю и суше обходят с дозором участок государственной границы протяженностью более 5000 километров, защищают интересы страны на побережьях Баренцево, Карского и Белого морей, Арктических островах. Наше присутствие в Арктическом регионе постоянно усиливается. Сейчас появились быстроходные средства, которые позволяют нам практически опережать нарушителей государственной границы на море. Появились технические средства, которые позволяют обнаруживать на дальних подступах, во внутренних водах. Участниками митинга на площади мира, свидетелями показательных выступлений стало немного военнослужащих. Просто большинство пограничников регионального управления, как всегда, на боевом посту. Круглосуточно и в любую погоду они готовы отреагировать на вызовы времени. А это не только нарушение границы, но и контрабанда, незаконная миграция, организованная преступность и террористические угрозы. Алексей Карельский, Илья Самароков, Панорама Севера. КОСМОДРОМА ПЛЕСЕЦК 14 июня в 12 часов 17 минут спусковой установки 43-й площадки космодрома Плесецк боевым расчетом войск Воздушно-космической обороны проведен успешный пуск ракеты космического назначения среднего класса «Союз-2.1Б» с навигационным космическим аппаратом «ГЛОНАСС-М». Старт ракеты-носителя прошел в штатном режиме. Это сухая фраза пресс-релизов. Ничего не значащая для большинства людей, для тех, кто несколько месяцев готовил запуск, несет главный смысл всей работы. Ракета уже в полете, но никто из собравшихся не спешит поздравлять с успехом, напряженно вслушиваясь в голос, звучащий из динамика. Ракета-носитель в расчетное время вышла из зоны радиовидимости при стартовых измытных средств космодрома. Конец репортажа. После запуска боевой расчет поблагодарил командующий войсками ВКО Александр Главко. У нас в этом году еще очень и очень много работы. Поэтому работайте точно так же, как вы работаете, с высоким мастерством, сознанием дела, для того, чтобы наша Россия была, если будет, великой космической державой. Я еще раз всех поздравляю. Спасибо. В 053, как и было запланировано, ГЛОНАСС-М успешно отделился. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы спутника функционируют нормально. Это уже четвертый запуск спутника серии ГЛОНАСС с первого государственного испытательного космодрома Министерства обороны. От Таларского шоссе до улицы Силикатчиков. Такова география дорожного ремонта в Архангельске, стартовавшего с установлением теплой погоды. Специалисты продолжают работу и на этой неделе. Всего в разных округах города работают пять бригад со специальной техникой. И с самого начала дорожно-ремонтной кампании они трудятся в две смены. Такие усиленные темпы привели к устранению асфальтовых несовершенств на нескольких сотнях участков городских дорог. Сначала происходит резервание участка, потом приметание и проливка обитомной мастикой. Дальше закладывание асфальто-бетонной смесью типа МГ и дальнейшее уплотнение его речным катком. Каток предприятия «Архкомхоз» уже проехал по улицам Бадигина, Сибиряковцев, Теснаново, а также... На улице Урицкого, на улице Тиме, от Смольного Буяна до Урицкого, на перекресток проспект Новгородский-Урицкий, улица Гагарина в районе предмостной площади. По данным специалистов, на 18 июня в Архангельске выполнен текущий ремонт 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Также у нас наместено выполнение работ за счет средств дорожного фонда. Это 13 объектов и 3 дорожных неровности. Общая сумма 76 миллионов рублей. Сегодня у нас адреса Гагарина от Кузнечевского моста до отводного канала на 24 миллиона. Улица Шабалина 4,5 миллиона. Площадь профсоюзов от Кронштадтского дорожного Лексимбурга. Жители острова Краснофлотский обращались к мэру Виктору Павленко с просьбой уложить асфальт на улицах этого поселка. И на днях там также были проведены работы по обновлению дорожного полотна. Артемий Заварзин, Сергей Минин, Панорама Севера. Итоги конкурса «Лучший архангельский дворик» будут подведены в рамках празднования юбилея поморской столицы. А пока в городе работает оценочная комиссия. Накануне специалисты посетили конкурсантов в округе Кваравино-Фактория. К названию детского сада «Полянка» так и хочется добавить – чистая и уютная. Ухоженные газоны, свежая рассада цветов, благоустроенные игровые площадки. Даже к хозяйственным объектам – хозяйский, творческий подход. И вся эта работа – заслуга большой команды. Педагогов хочется отметить. И работу дворников, которые, ну, знаете, самые такие у нас незаметные люди, да. И работу родителей, потому что действительно хорошие помощники. Ну и когда появляются такие конкурсы, хочется принять участие. Изъявили желание стать конкурсантами и жители дома 32, корпус 4 по улице Воронина. Наведение порядка во дворе для жителей дома по улице Воронина – процесс ежедневный, непрерывный и всегда творческий. Вот и на глазах нашей съемочной группы. Обычная шина от автомобиля превращается в изящного лебедя. Такие позитивные изменения в жизнь своего двора вносят активисты дома, среди которых и претендент на звание лучшего дворника Юрий Метенев. Благодаря ему каждый житель дома знает – чисто там, где не сорят. Даже дети маленькие ходят там какие-то два годика. И бумажку подобрал, и в мусорный ящик. Папа или мама понимает. Мы приучаем, приучаем детей, потому что дети у нас тоже и маленькие всякие, да, все выросли здесь. А потому с уважением относятся к трудам своих соседей. Оценила их и конкурсная комиссия. Насколько высоко – узнаем 29 июня, в день празднования юбилея Архангельска. Артемий Заварзин, Алексей Шершов, Панорама Севера. Общественная библиотека на центральном рынке. В Новодвинске спонтанно родилась акция «Общественная библиотека». В ней нет ни библиотекаря, и книги читатели не возвращают назад. Рассказывает Татьяна Кузьмина. На рынке города Новодвинска все как обычно – продаются одежды, продукты. Но несколько дней назад здесь появилось кое-что необычное – это книги. Их привезла сюда жительница нашего города. Было жалко выбрасывать, и теперь им могут пользоваться все желающие. Книги разбирают хорошо, ведь всего несколько дней назад здесь их было более 500 штук. Литература на любой вкус – проза, поэзия, фантастика, военная тематика и даже марсистская литература. Библиотеку эти книги отказались брать. В некоторых городах России проводятся организованные встречи для обмена старыми книгами. Существуют пункты приема макулатуры, а также букнистические магазины. В Новодвинске подобных мест нет. При разборе старых домов печатные издания лежат в обломках и в грязи. Оказывается, люди у нас не только на компьютере сидят и в телевизор пялится, но и берут книжки. Особенно старшее поколение, среднее поколение. Кто привыкли читать, кто легко чтение – это что-то значит. Ну, в общем, разбирают хорошо. Если у кого-то есть желание, там, может еще сюда привезти. Это не для нас, это для пользы, для людей. Пускай читают. Мы решили продолжить благое начинание и привезли сюда свои книги. Берите, читайте, привозите свои. Сегодня по всей Архангельской области стартует месячник безопасности на водных объектах. Напомним, что с 9 по 16 июня в регионе произошло 4 происшествия на воде. Наш корреспондент узнал, у Архангела Городцев купаются ли они в водоемах Архангельской области. Ну, купаюсь. Только не на пляже городском. Нет, не купаюсь, потому что на реке слишком грязно. На Белом море слишком холодно. Во-первых, вода холодная. Во-вторых, все кругом, что она грязная. Поэтому нет, нет, нет. Давным-давно мы уже не купаемся в водоемах Архангельской области. А, да, купаюсь. Купаюсь в Белом море, еще где купаюсь. Ну, еще в озерах там, в лес ездим, купаемся. А в Северной Двине не купаюсь, это опасно. Раньше, да. Да. Когда жарко, тогда не думаешь о том, что там в воде плавает. Когда жарко. Продолжит выпуск новостной дайджест. Информация короткой строкой. Северное речное пароходство. К 2019 году оборудуют видеокамерами. Система «Безопасный город» позволяет распознавать криминальные ситуации и своевременно сообщать о них полиции. С начала июня в Архангельске уже действует 58 камер наблюдения. А планируется установить в 4 раза больше, в том числе в других городах области. До конца 2018 года в Архангельской области будет установлено 287 видеокамер. Великие православные святыни, мощи родителей Пресвятой Богородицы, святых Бога Отец Иакима и Анны будут пребывать в Архангельске с 23 по 29 июня. В четверг 26 июня в 19 часов в столице Поморья состоится крестный ход с мощами святых Бога Отец Иакима и Анны. Молитвенное шествие во главе с архангельским и кипрским архипастерями пройдет по набережной Северной Двины от Успенского храма на улице Логинова до строящегося Михаила Архангельского кафедрального собора. Также мощи будут открыты для поклонения верующих в храмах столицы Поморья. Эфир новостей продолжает рубрика «Мой Архангельск». О любимых местах в городе уже рассказывали журналисты и чиновники, актеры и спортсмены. Сегодня о своем памятном месте в Архангельске поведает Константин Яковлев, руководитель телеканала РЕН-ТВ «Архангельск», депутат городской думы. Это Красная пристань. Это место мне памятно с 1984 года. Потому что именно тогда, будучи учеником 9 класса средней 10 школы Архангельской, я здесь побывал в конце июня на праздновании 400-летия города Архангельска. Ошеломляющее впечатление на меня произвело в этом праздновании. Но такого количества одномоментно, так сказать, жителей и гостей города, которые собрались здесь, на Красной пристани, я не видел очень давно. Точнее сказать, я не видел никогда Советский Союз до этого, 1984 год, не избалованный большими праздниками Архангельск. Это была очень шикарная, праздничная, культурная программа. Во многом празднование юбилея города, ну в чем, может быть не во многом, в чем-то, да, сказалось даже на выборе моей профессии, если так вот говорить. То есть я тогда впервые в 1984 году увидел столько продуманных, сделанных специальных праздников к юбилею, как сейчас принято называть, рекламно-сувенирной информационной продукции. Были специально изготовлены полиэтиленовые пакеты, да, с Архангельском, сувенирные наборы спичек. Были специально изданы книги наших, скажем, северных авторов, и был прекрасный издан фотоальбом с видами Архангельска, с историей. Вот это все хранится у меня до сих пор. Где-то в чем-то, да, это в каком-то, на каком-то этапе и подвело меня к выбору вот той профессии, тем делом, которым я занимаюсь сейчас, да, вот тот же маркетинг, реклама, пиар. Периодически гуляем здесь с семьей, естественно, как и все, по набережной, с горожанами. Вот конкретно в этом месте, пока здесь ремонт, понятно, что здесь, ну, особо не погуляешь. Надеемся, что, может, к следующему какому-то юбилею ремонт Красной пустыни будет завершен, и это место уже, ну, такое родное, привычное и яркое для каждого Архангела-городца снова станет некой площадкой для празднования различных юбилеев, торжеств, ну, и Дня города тоже в том числе. Архангельск для меня – это моя родина, и в этом слове, ну, сказано все. То место, где я родился, где я вырос, где родились мои дети, где создалась моя семья, где я получал образование, добивался каких-то своих первых побед, результатов и неудач в том числе, ну, как у всех, да, поэтому это мой родной берег. И моим любимым местом в Архангельске, несомненно, является Красная пустыня. До 20 июня в Котласе проходит третий международный театральный фестиваль для детей и юношества «Тарарам». Спектакли в рамках фестиваля будут показаны на четырех площадках. Главная из них – Котласский драматический театр. Мастерство участников оценивают преподаватели Ярославского театрального института. Всего «Тарарам» собрал 11 театров участников, большая часть не новички. Впервые к нам приехали труппы из Дзержинска, Высшего Волочка, Кинишмы. С 15 по 20 июня дни фестиваля Котлашане посмотрят 25 спектаклей детских и вечерних. Причем работать артисты будут не только на сцене театра, но и на площадках в Гамме, поселке Вычегодский, в Лименде и Коряжме. Также в рамках фестиваля открыта выставка Северного морского музея «Юнги огненных лет». А еще пройдут мастер-классы по сцен-движению и круглые столы для руководителей театров. Например, завтра будет обсуждаться тема реконструкции учреждений культуры. Кстати, участники «Тарарама» не просто радуют зрителей разнообразием постановок. Каждую их работу оценивает жюри, преподаватели Ярославского театрального института. Итоги будут подведены в день завершения фестиваля. Участники отмечают, что здоровая критика, или наоборот, похвала, дает им стимул для творческого роста. Это один из плюсов «Тарарама». Кроме того, на него едут для общения с коллегами из различных регионов. Ну и для того, чтобы, увидев другие театры, оценить свои возможности. Скорее всего, со следующего года театральный фестиваль для детей и юношества будет проходить в Котласе раз в два года. Ведь его организация – дело очень затратное физически, временно, морально и финансово. Ваня, свет! Ваня, свет! Ваня, поселечек! В рубрике «Открытый город» – прямые трансляции спортивных матчей, юбилейных дат, важных событий Архангельска. 18 июня в 10 часов утра телеканал ПС начинает прямую трансляцию чемпионата по мини-футболу среди сотрудников органов безопасности и правопорядка Архангельской области. В зачет спартакиады 2014 года. Впервые 20 июня в 15 часов телеканал ПС ведет прямую трансляцию из Новодвинска. На городской площади города пройдет выпускной «звездный билет». За происходящим можно будет следить и по интернету, зайдя на сайт «Правда Севера». Накануне Дня города в Архангельске начинаются мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня образования пограничного управления ФСБ России по Архангельской области. 21 июня в 15 часов телеканал ПС в прямом эфире покажет праздничный концерт прославленного центрального пограничного ансамбля ФСБ России. И это еще не все. Весь город на вашем экране только на круглосуточном городском телеканале ПС и в сетевизоре портала «Правда Севера». В Архангельске стартовал чемпионат города по футболу. В этом году в высшей лиге выступает 7 команд, еще 4 сражаются в первом дивизионе. Матчи проходят на трех стадионах «Труд», «Искра» и «Динамо». В одном из стартовых туров высшей лиги встретились команды «Рома» и «Спортинг». Рома против «Спортинга». Многим любителям спорта вывеска матча напомнит жаркие сражения в футбольной лиге чемпионов. На этот раз игрался матч чемпионата города, в котором сошлись фаворит «Рома» и дебютант класса сильнейших «Спортинг». Поэтому и цели у команд диаметрально противоположные. Задача закрепиться в высшей лиге. Стартовали, так сказать, не особо хорошо. Не хватило физических сил нам доиграть матч, довести его до положительного результата. Становка как? Не дайте много забить, во-первых. Забить самим. Остальное покажет игра. Если «Спортинг» стартовал с поражения, то «Рома» наоборот прибавляет от матча к матчу. Две крупные победы над «Искрой» и «Химиком» настроили команду на позитивный лад. Уже сыграли два матча. Первый матч выиграли 3-0, а второй матч 5-1. Все получается, все довольны. Результат устраивает. Настрой боевой. Все отлично. Вот и в отчетном матче «Рома» ни на секунду не дала усомниться в окончательном исходе встречи. Уже к перерыву счет был 2-0 в пользу футболистов в красной форме. И это при том, что на поле играли вчерашние резервисты. Немножко рискуем. Дали отдохнуть и вратарю основному, и пяти основным игрокам. То есть сейчас выйдут молодые. Посмотрим, как получится. Правильно мы сделали или нет. В итоге «Рома» уверенно довела матч до победы 5-0 и, набрав 9 очков, упрочила лидерство в чемпионате. А «Спортинг» теперь настраивается на кубковый матч против «Марпорта». Константин Рудаков, Илья Сумароков, телеканал ПС. В заключении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 19 июня доллар США 34 рубля 82 копейки. Евро 47 рублей 17 копеек. Это была «Панорама Севера». Далее смотрите в центре. Внимание. Сегодня у нас в студии директор департамента городского хозяйства мэрии города Владимир Плюснин. Затем в программе интервью по поводу разъяснения директора предприятия «Водоканал» Сергея Рыжкова по поводу проблемной ситуации о возмещении долга по кредиту. А я, Элен Гончарова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Погода в Котласе на 19 июня. Ожидается небольшой дождь. Температура днём до плюс 12. В Ильске пасмурно до плюс 14 градусов. В Мирном воздух прогреется до плюс 20. В Новодвинске облачные с прояснениями погода. Температура воздуха плюс 14 градусов. В Архангельске 19 июня облачные с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 6-9 градусов. Днём плюс 8-12. Субтитры подогнал «Симон»